Цветокоррекция и тонирование крайне важный процесс при постобработке практически любого видео. Именно от этого будет зависеть атмосфера и восприятие зрителям картинки. И естественно для того, чтобы делать хорошую и правильную цветокоррекцию, нужен подходящий монитор, который сможет отображать правдивые цвета в нужной цветовой гамме. Если вы занимаетесь монтажом видео, то желательно иметь хотя бы два монитора, а то и три. Первый так называемый UI монитор, который отображает юзер интерфейс, то есть интерфейс монтажной программы, где мы таскаем ползунки и клеим кусочки видео. Второй референс монитор, на который выводится чистый результат наших манипуляций с видео, и на который мы ориентируемся при цветокоррекции. Сейчас я расскажу на какие характеристики референсного монитора следует обратить внимание при выборе. Всем привет! Диагональ Начнем с простого. Какой размер будет самым оптимальным? Для ответа на этот вопрос обратимся к стандарту SMPTE, который говорит, что высота монитора должна быть в 2-3 раза меньше, чем расстояние ваших глаз до него. К примеру, если у меня расстояние до монитора составляет 64 см, значит мне будет комфортно с монитором высотой в 32 см. У меня это ASUS PRO ART 27AC с диагональю 27 дюймов, поэтому осмотрите свое рабочее место, померяйте и прикиньте, какую диагональ вам брать. Самые популярные варианты это 19, 21,5, 24, 27 и 32 дюйма. Разрешение. Имея адекватный бюджет, у нас будет немного вариантов. Full HD, 2.5K и Ultra HD. Оно же так называемое 4K. Тут все зависит от количества ваших денег. В идеале брать 4K, но у меня, к примеру, 2,5K. Это позволило мне перераспределить бюджет в другие более важные характеристики и тем более это разрешение никак не влияет на качество работы с 4K и 6K материалами. Контрастность. А теперь переходим к характеристикам, требующих особое внимание при выборе референс-монитора. И первое это контрастность. Этот параметр отражает отношение уровня яркости белого цвета к черному. Чем выше этот параметр, тем естественнее будет у нас картинка. У нас не будут пропадать тени и яркие участки видео и мы сможем правильно оценить наше изображение. Минимальное значение, с которым можно работать это 1000 к 1. Можно больше, но ни в коем случае не меньше. Это касается IPS матрицы и VR. ТН матрица, кстати, для цветокоррекции вообще не подходит, так что ее не берем в расчет. Если у вас бюджет побольше, можно рассмотреть и OLED матрицу, то есть OLED. Она дает в разы больше контраст и настоящий глубокий черный цвет, но, к сожалению, стоит в разы дороже. У меня в мониторе IPS матрица и Contrast Ratio, то есть соотношение контраста 1000 к 1. Охват цветовой гаммы Взглянем на эту картинку, которая является собой хроматическую диаграмму. Эта разноцветная область, это то, что может видеть человеческий глаз. И здесь мы наглядно можем увидеть, какой цветовой охват, к примеру, у sRGB и DCI-P3. Самые распространенные цветовые гаммы, которые могут позволить себе бюджетные мониторы, которые мы рассматриваем, это sRGB и REC709. Этих гамм вполне достаточно для цветокоррекции видео для интернета, социальных сетей, телевидения и мобильных устройств. Обратите внимание, чтобы в характеристиках вашего будущего монитора был указан стопроцентный охват sRGB. Если вы планируете работать с серьезными какими-то кинопроектами, то вам нужен охват и гаммы DCI-P3. Она пришла к нам из мира домашних кинотеатров и охватывает больше цветов, чем стандартная sRGB. Поэтому охват в 98% DCI-P3 гарантирует качественную цветопередачу монитора. Ну и в каком-то светлом будущем мастхевом будет REC 2020. Потому что можно заметить, на картинке его область захвата цветов. Она просто огромная по сравнению с другими. У меня в данной модели ASUS есть стопроцентный охват sRGB, чего для работы с цветом начинающему вполне хватает. Битность. Немного занудства. Любой цвет формируется из трех основных. Красный, зеленый, синий RGB. Матрица монитора имеет определенную разрядность на каждый такой цвет, которая измеряется в битах. Как мы помним из уроков в информатике, бит это разряд двоичного кода, который может принимать значение 0 или 1, то есть да или нет. Но чтобы отобразить цветастую картинку, нам этого мало. Поэтому мы начинаем эти биты объединять, чтобы получить сдвоенное расширенное значение, например 0,1, 0, 0, 1, 0. И изображение у нас становится цветным, уже что-то. Если на каждый цвет имеется 8 бит, то мы получаем 256 оттенков каждого цвета, что в комбинации дает нам 16,7 миллиона цветов. Этого более чем достаточно для работы с соцсетями, мобильными устройствами и ТВ. Но в 2021 году большинство даже бюджетных дронов, камер, даже мобилки некоторые могут возможность записывать 10-битное видео, чтобы раскрыть наши возможности на цветокоррекции прям по максимуму. И если на каждый цвет мы имеем не 8 бит, а 10, то теперь в комбинации мы получаем более миллиарда цветов. Неплохо, не правда ли? Намного больше, чем 16 миллионов. Правда и по бюджету битность тоже может ударить нехило. Поэтому если вы только начинаете и вот точно на все 100% вы не можете сказать, зачем именно вам нужен 10-битный монитор, то не спешите тратить деньги и возьмите стандартный 8-битный вариант. Для начала. И дам вам совсем такой небольшой спойлер. Профессионально заниматься цветокоррекцией это дорого. Это реально очень дорого. Помимо 10-битного монитора, вам нужна специальная карта вывода, которая передаст нужное изображение к вам на монитор. Специальное оборудование, которое поддерживает 10-битность. Нужна регулярная калибровка монитора и специальное помещение для работы. Молчу уже про шары и круги для управления процессом цветокоррекции. Еще вы можете столкнуться с 6-битными и 8-битными мониторами, которые используют технологию FRC, которая добавляет 2 бита и с 8-битного монитора мы можем получить 10. Такие мониторы стоят в разы дешевле, чем настоящие 10-битные и показывают немного лучше, чем просто 8-битные модели. Но, как вы уже догадались, чудес не бывает. И за дешево, друшное, настоящее 10-бит мы не получим. Интерфейсы. Самый чистый сигнал у нас идет через HDMI. Он присутствует везде, так что с этим проблем быть не должно. Но можете обратить внимание на такие дополнительные. Разъемы как DisplayPort и Thunderbolt, через которые может питаться ваш ноутбук, что избавит вас от лишних проводов и это удобно. Кстати, такие порты есть и в моем мониторе. HDR. Что это такое и зачем нужно? HDR. High Dynamic Range. Это понятие нам знакомо из мира камер и фотографий. Это динамический диапазон. Возможность отображать яркие и темные участки видео одновременно на мониторе. Высокий динамический диапазон дает нам контрастную, но в то же время яркую, детальную, даже в тенях картинку. Если вы хотите получить настоящий эффект от HDR, то следует брать монитор с яркостью не менее 600 нит. Калибровка. Каждый монитор, на котором производится цветокоррекция, должен быть откалиброван. Даже несмотря на то, что все мониторы ProArt серии проходят сертифицированно в заводскую калибровку, и в принципе для работы они годятся прямо с коробки, мой вам совет регулярно делать процедуру калибровки. Но об этом я уже расскажу в одном из следующих видео, так что оставайся с нами. И нажми на бубен, чтобы получить уведомления о новых выпусках. Итак, давайте же подведем итоги. Выбираем монитор с диагональю от 19 до 32 дюймов, исходя из стандарта и вашего рабочего места. Разрешением можно сэкономить и взять хотя бы 2,5К монитор, ведь нам важен цветовой охват и битность. Тип матрицы IPS, VA, ALL LED. Контраст не меньше чем 1000 к 1. Цветовой охват sRGB минимум 100%. Если настроены прям очень серьезно, то берите монитор с охватом EDCIP3. Также желательно брать 10 бит, но если денег нет, то для начала вполне подойдет и 8. За HDR есть резон доплачивать только тогда, когда яркость монитора начинается от 600 нит. Почему я выбрал себе этот монитор от ASUS? За его цветовой охват, удобный размер и разрешение, а также за легкость в калибровке, снова же о которой я расскажу в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях. Я всегда готов к обсуждению. А на этом все. Не болейте, не тупейте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok